СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Ну, может быть, не только этим, мы еще заглянем в ближайшее будущее. Но, так или иначе, приглашаю всех внимательно слушать сегодняшнюю передачу СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ и представляю наших сегодняшних гостей. Руководитель Дома Дружбы Народа в Кировской области сегодня с нами Андрей Седавных. Андрей Васильевич, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Владимир Зайцев, заместитель министра внутренней информационной политики Кировской области. Владимир Михайлович, добрый день. Вы как раз в министерстве курируете вопросы межнационального сотрудничества. И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». День добрый. Да, всем день добрый. Несмотря на то, что погода такая промозглая, холодная и дождливая, мы все-таки надеемся на то, что солнца еще хватит на наш с вами век. Приедет Рома Зверин в следующей неделе, споет про дожди пистолетов. Рома Зверин. Но он не в рамках все-таки межнационального мероприятия будет выступать. Итак, уже заявлено, что в день города, непосредственно 12 июня, у нас будет одна из площадок на территории областного центра, куда мы приглашаем представителей различных конфессий, диаспор. Их у нас, как известно, много в регионе. Андрей Васильевич, итак, 12 июня. Сразу же обозначим, это сквер борцов революции, перекресток всем известной Динамовского проезда и улицы Московской. И вот там как раз будет площадка под названием «Фестиваль национальных культур». Да, все верно? Совершенно верно. Вы как организатор, как Дом дружбы народов, вам и слово. Да, мы для придания, наверное, национального колорита больше сориентируемся на улицу Казанскую. Национального колорита? Да, да. Сориентируемся на то, что у нас есть в городе Кирове замечательная улица Казанская. И вот как раз практически на перекрестке между Казанской, на перекрестке Казанской и Московской, этот замечательный сквер, в котором будет на площадке работать «Фестиваль национальных культур» 12 июня с 12 часов. В День России непосредственно в полдень будет начало праздника. Да, в День России, День города Кирова. Ну, про программу, естественно, я хочу спросить, чтобы информировать наших слушателей. В нашей программе традиционно это выступление национальных коллективов. В этом году мы значительную часть программы наполняем коллективами Кировской области. Это коллективы, которые мы приглашаем из районов. Это народы, традиционно, издавна, издревле проживающие на территории Кировской области. Это, разумеется, русские коллективы. Это татарские коллективы, марийские, удмуртские. И, разумеется, здесь же наши национально-культурные объединения представляют своих самодеятельных артистов, которые традиционно участвуют в мероприятиях Дома дружбы народов. Это представители национально-культурных объединений, диаспор и общин Кировской области. Откуда, непосредственно, из каких районов приедут гости? Это Вятские поляны, Малмыш. Юг области. И у нас также будет коллектив, представляющий культуру народа Коми. Впервые? Ну, мы его еще в своих мероприятиях не задействовали, но в данном случае для нас это впервые. Но можно сказать, что дебют будет коллектива непосредственно из республики Коми? Нет, это наш коллектив из района Кировской области. А из какого района? Интересно просто. Северо-запад области? Ну, какой район? Прорабатывается вопрос сейчас. А, прорабатывается вопрос. Они готовы непосредственно познакомиться с какими-то основами? Да, желающих очень много. Владимир Михайлович присоединяется. Желающих очень много, поэтому сейчас прорабатываем вопрос для того, чтобы не просто приехал коллектив, и ради того, чтобы себя показать, и чтобы это была действительно насыщенная, хорошая программа, очень зрелищная. Поэтому мы сейчас решаем вопрос. Да, Андрей Васильевич сказал, что действительно по Коми мы решаем вопрос. То есть сейчас идут переговоры. Я думаю, что к этому времени, к дню проведения праздника, мы успеем. И, наверное, число 11-го мы уже будем иметь на выходе определенность этот контур, который, так сказать, у нас будет представлять на этом празднике в сквере борцов революции. В любом случае, мы постараемся сделать все для того, чтобы Кировичам было весело. Может быть, изюминку, мы пока не будем об этом говорить. Она будет изюминка, и в том числе и на театральной площади, и в том районе города Кирова, о котором говорил Андрей Васильевич. Она будет такая приятная, хорошая изюминка. Новации, как говорят юристы, мы используем. Поэтому увидите сами. Ну, может быть, сейчас вопрос задам не слишком простой. И все-таки, вот я говорил, да, парад дружбы народов. Мы привыкли, что, Слава, подсказывайте, сколько? Три года подряд мы наблюдали. Три, три на моей памяти. И в этом году, в День России, мы без парада дружбы народов обходимся. Можете прокомментировать это? В этом году, к примеру, мы ориентируемся на определенные погодные факторы. Зная заранее прогноз, мы ориентировались на стационарные площадки. И не хотели бы людей в национальных костюмах проводить, извините, по цепочке луж. Под дождем. Да, под дождем. То есть, ну, мы, проще говоря, знали этот прогноз задолго до начала проведения мероприятий. Но, так или иначе, от идеи-то мы не отказываемся? Вячеслав, как одного из авторов проекта, я спрашиваю. Ну, тут ведь на текущий момент у нас в России где-то порядка 10 регионов проводит парад дружбы народов в России. Заявляется мы... Но все пошло от нас, из нашего города. Я помню, вы неоднократно рассказывали в наших передачах. Мы координируем эту работу, то есть, такая, если регион желает проводить, он проводит, не желает, не проводит. Это же такая некая общественная гражданская активность. Вот. Возможно, летом при хорошей погоде еще можно вернуться будет к этой идее. Андрей Васильевич. Да, у нас запланировано проведение шествия вот схожей тематики. Поскольку то, что мы говорили о параде, то все-таки эту идею воплощал Вячеслав Алексеевич. И как бы мы... Ну, Эльдора Гусейнова тоже не можем забыть, конечно. Мы не можем ею воспользоваться, эта идея Вячеслава Алексеевича. Поэтому... Мы никому не запрещаем, чтобы не было понятно. То есть, в данном случае, это такая некая общественная инициатива. Мы здесь, даже как правообладатели какой-то темы, мы еще никому не отказали. И я бы хотел еще раз дополнить, что мы все-таки реализуем идею вшествие, но это будет в августе к Дню флага России. К Дню флага России. Да. Вот, Азис Альич, да, Азис Агаев, ведущий программы, Союз нерушимый дат, к нам присоединился. Вот как раз... Здравствуйте, добрый день. Мы как раз... Негде припарковаться и встать. Ну, сегодня паломники крестного хода возвращаются, да, и центр города, да, перекрыт. Вот мы как раз затронули темы, почему мы без парада в этом году. Ну... Андрей Васильевич говорит, что одна из основных причин – это погодные условия. Придумал Андрей Васильевич. Никогда для национальных представителей национальности погода не была как бы никаким препятствием. Если только для власти погода вдруг стала препятствием. Если вы хотите оправдать, так сказать, что вы не сделали, то, конечно, град был вчера. Я хочу напомнить, что Дом дружбы народов не является представителем власти, поэтому вот, к сожалению... Я сказал, что вы оправдываете в данном случае. Зачем это делать? Погода тут никакой роли не играет. Я хотел бы узнать истинную причину, почему это... И кто бы здесь, наверное, Владимир Михайлович, так сказать, является представителем власти. Отличное мероприятие, подхваченное по всей России, которое началось с Кирова, и вдруг в самом Кирове-то и не происходит этого. Ну, давайте, скажем так, значит, будем говорить, что, в общем-то, идея хороша, и в прошлом году мы провели, и все получилось, Александр Александрович, да, поэтому я думаю, что мы обсудим этот момент. Вот давайте, я сейчас не буду говорить какие-то там обещания, что-то, но действительно, если идея, если она действительно исходит из корней вязкой нашей земли, да, Будем, будем, будем обсуждать, будем проводить мероприятия, будем поддерживать и собрать. Пягко говоря, это как-то не по себе как-то, вот, да, после таких трех лет успешного проведения, и хотелось бы, конечно, чтобы развивался. Нет, вы знаете, мы проводим очень много мероприятий, учитывая, что у нас на территории региона проживают представители 112 народностей, у нас 24 национальных объединения, 5 культурных центров, поэтому, вот, говорить, что, так сказать, вот, и обострять, мы, я идею понял, так сказать, да, запрос сделан, да, мы будем обсуждать, И, всяко с учебеской, с этим все обсудим это, то есть обязательно, конечно, если вы, Валентин Михайлович, вот, на моей практике почему-то представители власти любят, как бы, или, ну, не упрек, вам, потому что мы с вами-то, я вообще первый раз, как бы, по этим темам разговариваю, да. Да, познакомимся, конечно, будем сотрудничать, уверенно. Да, что когда от чего-то начинаешь говорить, а почему вот это не произошло, это не произошло. Вот, как бы, вот эта вот фраза, что вы не обостряете, если вопрос не поставлен, он не будет обсуждаться. Нам нужно, как бы, сделать так, чтобы вы понимали, что хорошие мероприятия, нужно поднять. Вы знаете, вот... А мероприятия хорошие. Хорошие мероприятия, безусловно. И мероприятия, которые, на самом деле, жители города Кирова, когда мы ходили в параде, так сказать, и во время праздника там, да, мы видели, что жители города Кирова радуются. Они радуются, они ходят, фотографируют, фотографируются, участвуют в мероприятиях, так сказать, участвуют вот этих вот представителей национальности и так далее. И вдруг мы, значит, слышим, что... Ну, давайте мы поступим таким образом, чтобы... Значит, мы встретимся обязательно. Слава Александровича, мы обсудим этот момент, и я думаю, что мы на конструктив выйдем. Только на конструктив. Нельзя хорошее мероприятие. Берем слово, что обсудим еще. И все-таки, я прошу прощения, хочется немножко, наверное, конкретизировать. Все-таки, наверное, Азица Левич имеет в виду не непосредственно мероприятие, а форму, в которой это мероприятие... Все-таки парад — это форма, это шествие. То есть... Одна из составляющих большого мероприятия... То есть это всего лишь форма проведения мероприятия. У меня курс философии был как бы достаточно большой срок, так сказать. Давайте не будем говорить про дуальное сочетание форм и содержание, потому что если меняется форма, то содержание страдает от этого. И это уже доказано не мной, а учеными-философами, так сказать, и практикой. Поэтому что тут говорить-то? Почему именно страдает? Нет парада, значит, нет того восприятия и той ситуации, и того содержания, которое было. Я, к сожалению, такой философской связки не знаю, чтобы от изменения формы содержание страдало именно. Оно тоже менее... Ну, мне в ВУЗе повезло, я закончил замечательный, уважаемый ВУЗ. Хорошо, всё, будем доверять Владимиру Михайловичу, что вернёмся к обсуждению данного вопроса. Нет, обсудим, мы будем обсуждать идеи, потому что всё то, что передовое, всё очень хорошее, то, что несёт позитивный заряд в себе, мы, в общем-то, не отрицаем. Я сейчас не готов, в общем-то, перечислить те мероприятия, которые мы провели, которые мы будем проводить и которые планируются. У нас вот даже вот по... Сейчас буквально стало известно, по 15-му числу, значит, по Ураза-Байрам... 15-го июня. Июня, прошу прощения, да. У нас будет Сабантуй, 16-го июня будет в Корино-Слободском. Мы готовим и поддерживаем всячески. У нас 30-го июня в Вятских Полянах областной Сабантуй. То есть, очень... Праздники, сейчас у нас пришло лето, праздники пошли чередой, поэтому мы всегда поддерживаем, поддерживаем тот позитив и хороший настрой, который имеется у наших граждан, и всегда идём навстречу, так сказать, в мере по возможности. Понятно, есть определённая финансовая составляющая, да, о которой мы всё время говорим, но не всё, не главное, не всё упирается в деньги. Здесь всё то, что положительное, позитивное, то, что он предлагается, мы обсуждаем и принимаем, и, поверьте, относимся к этому очень серьёзно. Андрей Васильевич, давайте вернёмся к мероприятию 12-го числа, который в полдень начнётся, да, фестиваль национальных культур. Мы только рассказали ещё про коллективы, которые приедут, они выступать будут. То есть, они друг за другом, да, будут они выходить на саму. Да, совершенно верно, это концертная программа, да. Реально-то вот, ну, я вот слышал по ходу, пока как бы ехал там, сколько всего реально вот будет выступать коллективов? Это больше 17 коллективов. Больше 17 коллективов. Планируется, планируется, мы подчёркиваем, да, планируется. Мы обсуждаем, мы ходим на переговоры с коллегами. Ну, плюс-минус, понятно, да, там, в силу объективных причин, может быть, меньше, пока ренюфируется на это количество. Ну, коллективы, которые и раньше участвовали, приезжали, да? В том числе. В том числе. Есть и новый ещё ансамбль? И не только кировский? Нет, к примеру, московский ансамбль АДАТ, который... Приедет Москва всё-таки, вот, как-то мы забыли об этом. Это дагестанский? Да, это дагестанский коллектив. А ещё? Он представит ряд, ряд, у нас было предложение к ансамблю АДАТ представить танцы различных народов, они на это откликнулись, поэтому они и выступили. Ну, как? Дагестанцы будут танцы различных культур представлять. То есть целый концерт представляют. Да, любопытно. Да, Владимир Михайлович. Ну, это одна из изюминок, о которой я говорил выше, да, сегодня, поэтому... Раскрыли уже. У нас там ещё будет новаться. Нет, давайте, я не буду рассказывать, потому что это будет неинтересно, тем более прямой эфир. Поверьте, это, в общем-то. Ну, мы пробуем, надеемся, что мы не эмпирическим путём идем, путём проб и ошибок. Я думаю, что всё у нас получится, безусловно, потому что прилагаем усилия и творческие люди, которые болеют и ратуют за это дело, этим вопросом занимаются, слава богу, да. Поэтому есть там ещё определённые. У нас и на театральной площади, 12 июня, с участием губернатора Игорева Васильева, там будем проводить мероприятие, это и вручение наград, и занесение на доску. То есть она обширно, сейчас сверстается программа. Ну, там, понятно, как бы посвящённая Дню города, Дню России там и так далее, да. Верстается программа. В том числе, в том числе, ну, наверное, мы поделимся, Андрей Васильевич, да, в том числе будет, как это правильно сказать, шатёр, палатка, в том числе, где мы будем угощать чай нашего. Это на театральной площади. Да, и там, очевидно, будет вопрос, там будут обсуждаться проблемы в контексте этого праздника. Да, он может не так и глобальный, но тем не менее. Я хочу сказать, что у нас практика встречи с руководителем представительных диаспор взята за основу. У нас сейчас не реже одно раз в квартал Игорь Владимирович встречается, мы обсуждаем. Даже это не в плане нашей рабочей группы по гармонизации международных отношений. Это совершенно отдельное мероприятие, на которое диалог, диалог, диалог. То есть это, на самом деле, диалог, это не монолог. Обозначаются проблемы, мы берём на карандаш, они действительно есть, потому что мы слышим то, что говорят нам руководители национальной диаспоре, мы решаем. Сейчас очень большое будет движение по общественной наблюдательной комиссии, там мы ряд организационных мероприятий принимаем. При Министерстве внутренней информационной политики, вы имеете в виду? Значит, в том числе. Там даже там другое комиссия. Нет, УНК – это отдельный руководитель, да, значит, вводим состав по просьбе диаспор. Можно перечислять много, да, там целый перечень по поручению, по итогам даёт наш губернатор, который мы ставим на контроль и выполняем. Но поверьте, это неформально. В смысле, в 19-м будет шатёр, в который можно прийти и пообсюду? Вот шатёрная нагромка, это шатёрная нагромка, наверное, палатка. Значит, мы планируем встречу с Игорем Владимировичем. Палатка – это такое, знаете, слово-то лучше. Во всяком случае, чай-то будет горячий, очень вкусный, так сказать, да, и плов, и, в общем-то, эти вещи, я думаю, что состоится дело. Хорошо, а Владимир Михайлович, а почему вообще возникла мысль, как бы, типа, фестиваль национальных культур каким-то образом отграничить от праздника Дня города? Почему вдруг вот туда, куда-то там вынесли, когда всё время мы проводили этот праздник вместе? Что случилось такое? В чём тут? Ну, вы знаете, мне сложно ответить, потому что у нас, вы знаете, есть органы сплэнтной власти, есть правительство Кировской области, есть муниципальная власть, да, поэтому... Андрей Васильевич, городу этот вопрос надо задавать или что? Я правильно вас понял? Простите, перебиваю. При организации мероприятия, значит, вы сами видели огромное, так сказать, огромное количество мероприятий, распространённых в администра... Распространённых, вернее, прописанных в афише Дня города. Ну, мелким шрифтом... Большое количество площадок, да. И вот при согласовании нам администрация города обозначила место, вот это сквер борцов революции. И вы согласились? То есть, я про это говорю, что планирование таким образом... Хорошо, с другой стороны, а может быть, диаспорам как-то, вот, национальным сообществам можно было поднажать, как-то потребовать, мы хотим поразить, да? Ну, это однозначно, я считаю, что слабо диаспор, потому что, ну, что такое, три года как бы мы проводили все вместе в одном месте, и вроде всё успешно было. А вот я хочу отказать, коллеги... А потом раз, куда-то, что там будет? Я не говорю, что там будет плохо, пока не видел, посмотрим, время покажет, но... Коллеги, кто из вас был на форуме «Народов России» в ноябре прошлого года «Дом дружбы народов»? Нет, к сожалению. Вот, к сожалению, да, мы впервые проводили это мероприятие. Не приглашает, Андрей Васильевич. Ну, это не совсем так, наверное, очень хорошее. Я даже не готов сказать мероприятие, это действительно был праздник, это действительно был праздник. Вот это надо просто смотреть и видеть, с каким удовольствием пришли люди, да, молодёжь. Сколько было национальных костюмов, сколько было встреч очень приятных, да, да, мы не говорим, там, да, тоже были какие-то свои инновации, там, изюминки, и плов варили, и чай пили, и говорили, и, в общем-то, и каждая, каждая, значит, диаспора старалась рассказать и показать, там, и кувшины приносили, книги приносили. Знаете, с гордостью говорили о том, что вот это историческое, вот это мы очень ценим, мы это очень любим, мы это очень уважаем. Поэтому мы будем проводить, вот, речь-то не идёт о том, что, да, вот отделители, главное, чтобы не просто галочка какая-то была поставлена, да, мероприятие провели, как это раньше, да. Вот это не просто местечковые мероприятия провести. Коллеги, вот поверьте, не стараемся. В том, чтобы большое количество людей, как бы, поучаствовало в этом. Безусловно, во главу угла. И не просто поучаствовало. И не просто кто-то порадовался своему кувшину, а чтобы все его соседи, не его национальности, тоже порадовались этому кувшину. У нас тут был разговор, говорит, или принять участие, или участвовал, или принял участие в работе. Это разные вещи, да, можно просто присутствовать. Но поверьте, хорошее было знаковое мероприятие, мы будем ориентироваться. И мы услышали диаспору, которую нам говорят, давайте будем проводить вот это, давайте будем проводить эти встречи. То есть мы реализуем, мы и в планы свои включаем, не просто для галочки, но стараемся реализовать для того, чтобы, вот по большей части, я думаю, что вы меня поддержите, узнать культуру. Если мы знаем культуру этого народа, да. Поддерживаем. Мы знаем обычаи этого народа. Поддерживаем. Мы узнаем друг друга, мы становимся ближе. Вот это самое главное. А галочку поставить это... Когда, значит, это опять по философии, Андрей Васильевич. Когда количественные изменения в качественные переходят, да, количество должно быть максимальное, большое. Даже не мероприятий, а количество людей, которые в этом участвуют. И сейчас я почему-то, как бы, может быть, немножко и специально заостряю ситуацию, почему так реагирую на то, что вот перенести из Александровского парка фестиваль национальных культур куда-то там вот туда. Ну, надо сказать, что в Александровском-то саду он будет, но чуть позже. Ну, он будет, об этом мы, как бы, но там будет не фестиваль национальных культур, да, у нас там другое мероприятие будет. И об этом Слава, как бы, сейчас расскажет. Просто я не думаю, что вопросы национальной политики находятся где-то в задах, чтобы их куда-то задвигать. Нет, конечно же нет. Я бы, с вашего позволения, еще хотел сказать о том, что у нас в этом году Дом Дружбы Народов провел два, или принял, скорее, одно мероприятие еще состоится. Одно мероприятие, межрегиональное, это межрегиональный марийский форум Мерканаш. Он был уже. Совершенно верно, он состоялся. Это форум марийцев всей России, мы приняли его здесь, в Кирове. Другой народов. Стойно марийцы со всей России провели встречу, и в итоге налажены необходимые контакты и на правительственном уровне. И сейчас, буквально почти одновременно с Днем России и Днем Города, 9-10 июня, в Вятских Полянах будет проведен довольно большой межрегиональный удмуртский фольклорный фестиваль Чакара. Поэтому это межрегиональные мероприятия, это мероприятия для целого народа важные, знаковые, для марийского, удмуртского народа. Я продолжу, Маличка, если вы позволите. Вот относительно этого мероприятия, действительно, оно очень знаковое. Причем в Полянах, кстати, простите, перебив, решили проводить. Межрегиональный, он проводит с приемом, в этом году мы принимаем гостеприимно. Поэтому там на уровне, там не только битва, даже не, наверное, будет битва, почему-то, потому что каждый коллектив будет стараться показать что-то лучшее, да, вот, и действительно, может, хорошее такое соревнование. Там будет встреча на уровне, там будет встреча в том числе и на уровне руководителей органов исполнительной власти субъектов. Мы сейчас встречаемся, обсуждаем моменты для того, чтобы двигаться дальше. Какие-то общие точки ищем. Так конкретно, какие цели преследуют? В том числе, показать традиции, особенности, красоту удмуртской культуры в фольклоре. Ну и встретиться с своими коллегами, осудить, так сказать, вот как сейчас можно говорить, в сфере часы, куда мы идем, что движется, что можем сделать, что сделать по перспективе. Почему в Вятских полянах? Вот почему? Вот если мы хотим красоту удмуртской культуры, мы должны максимальному количеству людей показать. Где мы можем максимальному количеству людей показать красоту? Вы говорите о Кирове, да? Вы говорите о Кирове. Ну, я думаю, что здесь есть чисто ряд финансовых моментов и финансовых. Мы говорим, в общем-то, о территории, о местах компактного проживания, будем говорить так, да. Поэтому, наверное, в первую очередь, исходя из этого. Разрешите дополнить, в этих мероприятиях мы ориентировались на добрые пожелания самих российских организаций вот этих народов. То есть, если организация марийского народа, всероссийская организация, пожелала провести это мероприятие в Кирове, мы его провели в Кирове. Если оказалась организация Закамских удмуртов, она все-таки организация из Башкирии, инициировала этот фестиваль, проведение его ближе к Вятским полянам, то этот фестиваль разместился там. Вопрос о логистике, куда удобнее добираться. Да, мы как бы проявляем госпитинство, уважение. У нас Володя сегодня, он играет доброго, а я играет в злоу. А вы сидите рядом со мной, Ази Залевич. Андрей Васильевич, так я с вами рядом буду еще сидеть, пока мы с вами вместе на национальную политику России работаем. Мы нашей передачей, мы Домом Дружбы Народов. Поэтому мы будем сидеть с вами сколько надо, и будем сидеть, и будем делать как бы... Коллеги, еще можно? Владимир Холочко, и реклама у нас скоро будет. Не знаю, наверное, резюмировать, не резюмировать эту тему. Это часть нашей беседы, да. 10 июня текущего года, это буквально через два дня, в поселке Мария Ашаева, Пижанского района, большой марийский праздник. Передыш по ИРМ, это праздник цветов, вот, с приглашением. С цветами только не очень в этом году. Я с удовольствием по поручениям руководства, выезжая на это, вот, хоть хоть и чиновник, не хочу говорить, праздник, это действительно праздник. Вот надо смотреть, какой вот любопытный... Какого числа? 10 июня, начало в 11 часов, ну, я уж возьму на себя такую смелость, так сказать, да, хоть и не организатор, но пригласить всех, кто меня сейчас слышит. Еще разочек повторюсь, поселок Мария Ашаева, Пижанский район Кировской области, 10 июня, в 11 часов, начало, перед центром марийской культуры, там, центром марийской культуры, хороший, современный, Мария Ашаева, да. Вот, поэтому я думаю, что будет очень красивый и веселый праздник. Милости просто. Нам пора сделать небольшой рекламу, а здесь, а еще никакую рекламу нужно выпустить, вернемся через полтора минуты. Союз нерушимый. Давайте дальше бежать, вот именно бежать, потому что времени остается совсем немного. Андрей Седавных, руководитель Дома дружбы народов Кировской области, Владимир Зайцев, замминистра внутренней информационной политики нашего региона. Спасибо, что он сегодня с нами, да. И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Нам наши гости, Андрей Васильевич и Владимир Михайлович, мы договорились, нужно отпустить по делам очень срочным, через 5-6 минут. И вот на Вячеславу еще будет время для того, чтобы познакомить, анонсировать те мероприятия, которые будут и дальше. Межнационального плана, конечно же, имеем в виду. Ну вот у меня в качестве, как бы, пожелания, и Владимир Михайлович, и больше, наверное, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, вот мы, например, с Володей уже достаточно длительное время ищем представителей марийской культуры и удмуртской культуры, как бы, чтобы... Нам нужно сделать выездную передачу. И у вас приезжают, понимаете, на конгресс, так сказать, марийцы России, и у нас на передаче они не присутствуют. Это не правильно. И вот теперь я об этом узнаю. Ну, любые, значит, представители любых культур, ну, такие, как бы, чтобы могли рассказывать, даже русской культурой, пожалуйста, основной народ, как бы, нашей страны, да, мы готовы и нужно об этом рассказывать, и этих людей слушать, и показывать. И поэтому, если у вас такие возможности еще будут предоставляться, пожалуйста, мы с Володей с удовольствием с ними поговорим, тем более, для нас, для самих есть много секретов и тайн той или иной культуры, так сказать, неизвестного в этих культурах, которые нам самим очень часто хочется услышать. И нашим слушателям, безусловно. У нас, конечно, есть такие люди и в Марийском, и в Удмуртском народе, и теперь, получив от вас официальное приглашение, я буду, разумеется, вам их предлагать. Да, вот спасибо за это, да, договорились. Так, мы как-то, еще к 12-м, мне хочется вернуться. Что еще это будет в программе, раз уж на носу у нас День города, День России, выступление коллективов, 17 коллективов запранировано. То есть это будет на той площадке. Да, 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 в программе также то, что можно сделать руками. В этом году наш День города очень любит мастер-классы. Они распространены по всему городу. Но наши мастер-классы... Все изюмники расскажут, ну ладно. Все изюмники рассказывают. Что это не нанесение рисунков на лицо, руки, это то, что можно изготовить своими руками. То есть это изделия, из дерева, из... Ну, глиной мы решили. Глина? Нет? Гостей не пачкать, не пачкать, она требует воды. Мы говорим о приобщении к ремеслу. Да. Но это изделия, это изделия из дерева, различное плетение, все, что можно сделать руками, там плетение из... То есть как приготовить шашлык, заварить чай, там... Как сделать неснашиваемые лапки. Да, и плов. Да, и угоститься при этом шашлыком. Это все параллельно будет проходить? Вот коллективы будут выступать, плюс мастер-классы. Да, и наши... Это все на одной площадке, но мы уже знаем, что и на площади тоже будет, так сказать, какая-то палатка. На площади будет еще одна площадка, но она будет в составе фестиваля «Вкусная вятка». Это будет в составе фестиваля «Вкусная вятка». Вкусная вятка, да. Поскольку в этом году, кроме фестиваля «Вкусная вятка», это уже с участием заведения общепитового мирового города. Так, значит, еще, то есть будет фестиваль «Вкусная вятка» на площади, и в рамках этого фестиваля будут вкусности национальные. Да. Так, да? Да, да, конечно, конечно. То есть такой анонс, собственно, да. Да, да, да. В этом году мы в этом фестивале «Вкусная вятка» впервые, поскольку других... других зон или площадок на Театральной площади для приготовления еды, кроме фестиваля «Вкусная вятка» нет, то мы разместились в составе этого фестиваля. Это площадка фестиваля национальных культур. А еще на каких-то площадках будут какие-то национальные? Все, две. Только вот на двух площадках. Мы и так, извините, в этом месяце введем четыре мероприятия, то есть одновременно это Чакара, Сабантуй, Пеледыш, Пайрем. Это все мероприятия, организатором которых является Дом Дружбы Народов. Андрей Васильевич, не говорите, работают, уже переработали бедные. Мы не переработали, но мы работаем день и ночь, не покладая рук. Там я хочу, сейчас Андрей Существ, наверное, еще манечка добавит, а мы по торговле до 21 часа анонсируем тоже, да? Да, пожалуйста. Что мы имеем в виду? Да. Ну, да, поскольку фестивали и еда будут готовиться у нас до 21 часа, то это будем практически до самого салюта производить. До салюта в честь Дня города, соответственно. На ребятишек тоже будет рассчитано это все мероприятие? Да, в значительной степени. Семейный праздник, да? Да, и наши предприниматели, наши партнеры угостят детей чаем. Именно угостят, не продадут, а угостят чаем, печеньем. Сладостями. Да, и мы планируем здесь на театральной площади выдавать флайеры, на основании которых это можно будет пройти по улице Московской на нашу площадку, на улицу, пересечении улицы Казанской и Московской, и там на этой площадке поучаствовать, фестиваль национальных культур, сфотографироваться в зонах фотографирования, в национальных костюмах. А на этой площади мероприятия будут интерактивные, скажем, люди как бы непосредственно будут принимать участие, или оно больше все рассчитано на типа спектакли, там вот кто-то там танцует, поет, а мы сидим с морем и хлопаем. Нет, у нас масса замечательных ведущих в Кирове, которые постоянно обеспечивают интерактив на наших мероприятиях. Ну вы-то планируете. Да, мы планируем так. Вы планируете. Спасибо большое. Мы договорились. Пользуясь случаем, да, уважаемый коллег, очень признательны за то, что есть у нас Эхо Москвы, и приглашайте нас в гости. В гости. Беседа, я знаю, что... Вы нас, пожалуйста, и планируете. Теперь вы эту дверь открыли. Спасибо, да. Как сегодня Петр Первый, да, что-то прорубил, да? Да. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, еще раз пользуюсь случаем, хочу пригласить всех вас 12 июня на театральную площадь, на те площадки города Кирова. Будем весело и отмечать. Надеемся, что погода будет благоприятствовать нам. И праздник, день города, день города Кирова, нашего славного города Кирова, он удастся. Андрей Васильевич. Спасибо, мы не завершаем на этом программу. Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город» остается с нами. Тоже есть о чем рассказать. К сожалению, времени не так много остается. Да, но надо сказать, упомянуть о том, что те мероприятия, которые мы осветили благодаря Владимиру Зайцеву и Андрею Седавных, собственно, рассчитаны они и на самую маленькую аудиторию, и на самую взрослую. Это семейные праздники, что называется. В общем, ноль плюс возрастное ограничение, как это принято говорить. Вячеслав, поехали. Еще мы хотим знать, что будет проходить в ближайшее время. Ровно через месяц. Сегодня же 8 июня. Мы так поняли, что вы отделили, так скажем, по разным причинам, отделили свой праздник, так сказать, вкусный. Я бы не сказал, что он мой, я бы сказал, что он общегородской. От общегородского почему-то так уж получилось. Но, тем не менее, мы хотим более подробно об этом слушать. Да, у нас ровно через месяц, то есть 8 июля в Александровском саду, состоится очень вкусный праздник, очень вкусный фестиваль. Фестиваль называется «Вкусная Россия». Мы его проводим уже второй год. Этот фестиваль вошел в число событий, в число событий национального событийного календаря. Event in Russia есть такой сайт. Какое ведомство составляет этот календарь? Ростуризм. Это при федеральном агентстве, там информационный ресурс работает. И туда входит самое крупное, самое интересное мероприятие по всей России, во всех регионах. Вот наше мероприятие «Вкусная Россия» уже тоже туда вошло второй раз. Мероприятие объединяет, значит, очень разные кухни, очень разные вкусы. И, конечно, там в нем принимает, в том числе, участие представители национальных объединений, диаспора, в частности, азербайджанская диаспора принимает участие. Вот, Ильин Шамистанович, значит... Бусейнов, Фонд Азербайджан. Да, Фонд Азербайджан принимает участие в мероприятии, принимает участие, значит, автономия татар, принимает участие узбеки, узбекская кухня, естественно. То есть это очень большой фестиваль, который просто... Вы должны сразу назвать, когда называете узбеков и таджиков тоже. Ну, видите, узбекская кухня, вот узбекский клоф, он как-то очень распространен в городе. Я хотел бы вам сказать, что один из, значит, я считаю, что один из результатов нашей работы по празднику плова, который массово проходил несколько лет подряд, я считаю, что в городе появилось, значит, кафе профессиональное... Да, 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 реклама повсеместная идет. Да, да, это плов соответствующий. Которые открыли такой же... Большой плов называется кафе. Сейчас без рекламы? Да, это не реклама, просто констатация фактов. Я имею в виду, да, я имею в виду, что это кафе открылось в Ростове-на-Дону, в Москве и в Кирове только. И оно открылось в Кирове, как раз те ребята его открыли, которые проводят аналогичные фестивали праздники плова в Москве. То есть они являются организаторами фактически? Да, но они с местными ребятами, с местными кировскими бизнесменами открыли. И я так понимаю, что одна из возможных причин, почему они именно в Кирове его открыли, потому что они увидели, что здесь вот это движение, как блюдо, оно пользуется особой популярностью среди, значит, кировчан. И именно вот, понимаете, Ростов-на-Дону, Москва и Киров. Вот, казалось бы, вот такая игра. Любопытное же вычитание. А как все-таки вот, ну, скажем так, коренные вятские народы, вот они будут участвовать в этом? Да, конечно, у нас представлена очень разнообразная кухня, очень разнообразная кухня. Полба, тушеная капуста, пареная репа, бургер. Нет, нет, ты хорошо знаешь марийскую кухню? Ну, немножко. Немножко. А удмуртскую? Тоже. Ну, вот есть пробелная, да, есть пробелая. Вот, то есть будут бургеры, например, вот, да, но только некий стритфуд, да. Будут, значит, фалафели, это веганская кухня, вот, ну, будет. А вот у нас есть целая там группа людей, которые Индией увлекаются, а вот будет индийская кухня? Мы приглашаем, вот, если сейчас наш эфир слушают представители, значит, кулинары, повара, которые готовят именно индийскую кухню, пожалуйста, заявляйтесь у нас на сайте вкуснороссия.рф. Есть форма заявительная, все нам пишут. То есть по факту можно просто заявиться и там. Да, заявиться, да. Да, да, поэтому сейчас порядка там где-то 15 или 16 участников у нас уже, это абсолютно разная-разная еда. Ну, понятно, что и будет на углях приготовлена традиционно, это же всегда, все очень любят эту историю. Вот, сыры, особенно интересно, потому что фермерские сыры будут представлены, кстати, вот как раз на Эхе Москвы где-то месяц или полтора назад было. Да, вот как раз я слушаю эту передачу, всех нашел, как говорится, вот, потому что все заявленные. Да, это бы надо, потому что вот когда в Европе там смотришь, как раз во время таких фестивалей, прямо стоят целые там эти прилавки там с сырами, со всякими. Мы хотим целый прилавок с российскими сырами. Вятскими сырами. Вятскими. Давайте так вот, да, вот это очень важная тема, что они... Да, пусть будет прилавок там и молочного комбината, и фермеров, и вожгольского там, и кого угодно. Вот, и очень важно, да, интересно, что мы в социальных христианах, в группе, вот, Вкусная Россия проводили голосование за, ну, блюда, которые хотели бы Кравчане увидеть на фестивале, и победили вот два продукта. Это, значит, первое, это сыры. Обязательно я видел, что даже Света вот за никого тоже голосовала. Наш главный рекорд. Да, да. Сыры и бургеры победили. Поэтому у нас представлены и сыры, и бургеры обязательно. Ну, и понятно, что и плов, там порядка пяти казанов сейчас уже заявлено там, да. Ну, и понятно, что будет на гриле разные варианты мяса, и много-много-много разной другой еды. И очень важно, очень важно, что фестиваль Вкусная Россия проходит не просто для того, чтобы прийти поесть, там, да, у нас параллельно на сцене, на главной сцене Александровского сада будет проходить благотворительный марафон. Значит, и в процессе всего фестиваля мы будем, значит, собирать пожертвования на обустройство площадки в Александровском саду. Ну, в детской площадке. Там и детская, и взрослая такая площадка открытого типа, и это инициатива простых ребят, которые вот в Кирове у нас занимаются тоже бизнесом. А это где, вот в западной части? Около шахматного домика. А, понял. И с каждой порцией 10 рублей будет уходить, вот, значит, в качестве пожертвований вот этой площади. Все-таки там будет только еда? Еда? Или там будет музыка, еще что-то еще? И музыка, и все такое вот на сцене. Игры какие-то, да? Очень много будет точек активности детские, семейные. В Центральной Ротонде мы планируем организовать, это же все-таки 8 июля, День Семьи Любви и Верности. И весь день... Ах, да! Александровский сад, ноль плюс тоже, соответственно, да? Конечно, конечно. И Старый Млад могут подходить. Начало, мы не сказали, это будет? Или еще не определились? Ну, в 10 у нас начинают работать торговые площадки, в 11 открывается главная сцена, открывается благотворительный марафон на главной сцене. И что очень важно, я еще раз хочу поговорить о том, что это вот впервые мы проводим в таком формате, что с каждой порцией 10 рублей это вклад в то, чтобы в Александровском саду появилась новая открытая площадка красивого европейского типа, где могут там и взрослые, и дети, значит, отдохнуть, посидеть, поиграть, пообщаться и так далее. Вот это очень нужно. 8 июля. Июля. Не пересмите. 8 июля. Ровно через месяц. Ровно через месяц. Спасибо большое, Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». На этом мы закрываем сегодняшнюю программу. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.